приветствую тебя на канале химика airsoft и сегодня мы проведем работу над ошибками и начнем с того что мистер бытовой герметик нам больше не друг а друг нам новый нормальный автомобильный герметик и у ринг кольца силиконовые разных размеров помните те рекламы где одну ногу я намажу гелем для бритья от невея а вторую ногу я намажу обычным гелем для бритья вот мы сделаем то же самое пронумеруем наши механы и попробуем разные способы их лечения 1 механ мы будем лечить силиконовым герметиком автомобильным вторую будем лечить с помощью нового ринг кольца и пластичной смазки а третья может оставить ее под герметиком бытовым как считаете узнаем в конце видео начинаем как ни странно с механы под номером 1 разбираем извлекаем резинку убираем остатки старого герметика и начинаем герметить новым но сначала прочитаем инструкция стойкость при температурах от минус 50 до плюс 300 градусов ну конечно же это за головой и запасом очень высокая стойкость к воздействию агрессивных средств бензина дизельного топлива масел консистентных смазок смазочных материалов воды морской воды солнечного света и озона такой можно использовать с спокойной совестью слишком много заливать не надо хотя многие говорят заливают прямо так души и потом оставляешь ты механу не залитый газом и не оставляешь это уже не играет роли в любом состоянии спокойно сохраняя герметичность кстати возвращаясь к вопросу разницы магазинов это магазин от Tokyo Marui вот как раз таки вот здесь находится тот самый скрытый пин который обычно высверливают вот это вот отверстие дополнительное третье как раз для этого существует ну что поставим и посмотрим на результат правда уже завтра для вас это будет сегодня а для меня это будет завтра зарядим смотри-ка не сифонит этот магазин у меня был самый крайний я его взял с рук товарища по команде и сразу столкнулся с тем с что у него этот вот заправочный ниппель в плохом качестве мне пришлось его выпрутить горем пополам потому что он разобрался у меня в руках а вот я заказал вот такие вот ниппеля на синем магазине лайлаковские nine ball вот у них есть такая особенность тут внутри идут без резинки то есть когда ты заправляешь баллоном они вот из-под этого места заправочного по все стороны сифонит сам как бы газ заправляется но при этом идет очень большая потеря заправляемого газа не доходя до собственный магазин потому что идет выхлоп то место где нет резинки так вот есть маленький лайфхак берем любой провод подходящий по диаметру с этим внутренним отверстием откусываем небольшую часть этого провода и помещаем его оплетку вот сюда по сути как будто сделано у меня здесь это создает аналог резинки только нужно подбирать калибру обычный провод и его оплетка подойдет и это все сразу убирает все сифоны лишние которые не нужны потом маленький лайфхак а мы приступаем ко второму магазину и так вот это пожалуй самый старый магазин который я чинил с помощью силиконного герметика или шоу силиконного герметика и обратите внимание все-таки тут что то есть вот он побелел возможно это перелога в дальнейшем к плачевным последствиям для самого пистолета поэтому очень хорошо что мы сейчас это сделать исправим так что нужно сделать нам нужно замерить диаметр и толщину нашей штатной резинки 1.8 где-то так благо в нашей коробочке все позиции пронумерованы ссылку на этот набор я оставлю в описании посмотрите 22 2.4 тут вариант либо стоит 1.9 22 1.9 либо попробуйте ставить 22 и 2.4 прям просится в руки 22 и 2.4 видно что он заметно значительно толще вариант потоньше 22 и 1.9 есть у меня такая смазка пластичная для шестерен я думаю она подойдет есть еще тефлоновая но в принципе можно и ей я думаю любая пластичная смазка на силиконовой основе нам подойдет движение руки круглый оринг превращается в квадратный оринг секрет великий великая тайна квадратного ринга раскрывается прямо сейчас плюс такого способа в том что результат можно проверить сразу не отходя отказ и не дожидая заставания силиконового герметика это мы с вами сделаем сейчас что ж ничего не сифонит колечко подошло замечательно подошло второй способ работает колечко 22 на 1.9 в моем случае и немного пластичной силиконовой смазки ссылочку я оставлю в описании посмотрим как она покажется со временем не будет ли последствия травить ну и третий магазин кстати говоря я полностью разрядил будет ли он сейчас в сифоните у нас не сифонит ну это у нас магазин с бытовым силиконовым герметиком как мы видели он там побелел уже внутри даже не знаю стоит ли его оставлять рискованно давайте все таки тоже поменяем ему на резиночку вот пожалуйста какая реакция тоже здесь белая белая жижа которая впоследствии окажется у нас в пистолете ну чтож сразу же сходу и проверяем как говорится повтори не мать течения один раз может быть случайность два уже закономерность итак нашими фаворитами по итогу данного видео являются вот такие два способа это автомобильный герметик который предназначен для тяжелых температурных условий как и в положительную так и в отрицательную сторону и для агрессивных сред в том числе и для смазочных материалов он к ним мало восприимчив то есть со временем разлагаться не будет и это можно использовать особенно в случае когда у вас сильно изношенный магазин когда резиночку поставить не поможет случай с резинками отличный вариант на самом деле его можно заказать этот комплект на алиэкспрессе из силикона как я заказал или из других материалов их там несколько главное чтобы они подошли вам по диаметру и с использованием пластичной смазки такой вариант окажется хорошим для новых магазинов или не сильно изношенных но которые просто со временем или по стечении обстоятельств потеряли свой газ начали травить такой вариант я рекомендую вам в первую очередь попробовать поскольку цена такого набора очень низкая дешевле чем купить герметик но герметик это тоже хороший вариант выбирайте что вам больше подходит бытовой герметик использовать не рекомендую хоть в прошлом видео я такой вариант и предлагал он работает механы сохранили свою компрессию даже после того я для этого видео их все спустил эти механы и снова заправил с нуля они ни одна из них не сифонят но данный герметик бытовой вот такой вот который я указывал в предыдущем видео не предназначен для длительного использования поскольку со временем особенно в реакции с силиконом газом с силиконовым наполнением как используется GreenGas в страйкбольных магазинах такой герметик разлагается и может даже навредить вашему пистолету поэтому в предыдущем видео можно считать несколько ошибочным ну или как хотите в любом случае вам спасибо за то что вы оставили к тому видео полезные комментарии конструктивную критику я всегда ценю особенно если это действительно помогает сделать результат лучше надеюсь текущий ролик придется всем по душе никто не будет хейтить поставить лайки подпишется на канал ну а если я что-то сделал не так добро пожаловать в комментарии пишите я все вычитаю на все отвечаю все мотаю на ус и соответственно все мы исправим вместе с вами спасибо за просмотр всего доброго видео совсем beside cherry видео ч Продолжение следует...